Здравствуйте, Марина Львовна. Итак, мы находимся в Институте этнологии и антропологии Академии наук и беседуем с членом-корреспондентом, главным научным сотрудником этого института, руководителем Центром кросс-культурной психологии и этологии человека, тоже этого института. Марина Львовна, добрый день. Скажите, пожалуйста, этнология, этология – столь созвучные слова. Тем не менее, это, конечно, разные понятия. Что такое этнология и что такое этология? Да, это абсолютно разные понятия и разные науки. Этнология – это наука, которая изучает, соответственно, этнические процессы и этносы, а этология изучает особенности поведения человека в таком эволюционном контексте, как некая производная от поведения наших предков. И вы, как ученый, занимаетесь изучением поведения человека в разное время и сравниваете, каким оно было, каким оно стало, каким оно будет, видимо, да, можно прогнозировать? Нет, вот я будущими прогнозами пытаюсь не заниматься. Поскольку, ну, может быть, это очень эффектно, но с нашей точки зрения не очень научно. Слишком много неизвестных. Марина Львовна, я знаю, что вы занимались анализом поведения не только человека, но и приматов, обезьян. Расскажите, что здесь интересного вам удалось узнать? О, это очень общий такой вопрос. Ну, ничего. Значит, да, первое, что надо сказать, что мы тоже приматы, потому что с точки зрения систематики, конечно же, человек такой же примат. Вот, и относится он к человеку, как бы, вот к группе человекообразных. И в этом смысле наши ближайшие родственники, которые живут на этой планете, это современные бонобо и обыкновенные шимпанзи. То есть африканские человекообразные обезьяны. Сюда можно присоединить гориллу, но она немножко более дальний родственник. В принципе, исходя из того, что мы приматы, и мы на этой точке зрения стоим, и все данные, в том числе и молекулярные, это подтверждают, нужно сказать, что существует, так считается, и есть общий консенсус, существуют некие предпосылки, которые, в принципе, имели место у наших общих родственников и последних предков у нас и, соответственно, человекообразных вот этих вот обыкновенного шимпанзе и бонобо, которые, собственно, и способствовали тому, что мы, соответственно, стали развиваться вот в направлении интеллекта, развития когнитивных способностей, ну и, соответственно, развития такой вот более сложной социальной структуры. В качестве таких предпосылок, в принципе, рассматривают социальность как таковую, сложную социальность, потому что у обезьян социальные структуры достаточно хорошо сформированы, они, ну, естественно, у разных видов могут немножко отличаться, но факт остается фактом, что, по всей видимости, социальность как таковая играла и играет одной из важнейших ролей в плане фактора, который позволяет адаптироваться виду, ну, соответственно, и членам этого вида в окружающей среде, осваивать новые ниши, подстраиваться под изменения окружающей среды, ну и, конечно, успешно существовать со своими сородичами. Поскольку мои прошлые исследования связаны с анализом общих правил поведения в социуме животных, поскольку я говорю, что это обезьяны, исходя из представления о том, что социальность, она представлена не только, ну, скажем, хорошим поведением, возьмем это в кавычки, таким, как миролюбие, кооперация, способность оказывать взаимопомощь другим, поддержку, заботу, проявлять эмпатию, но вместе с тем и агрессию. Как-то, ну, может быть, не неприятно звучит людям далеким от изучения поведения, но социальное поведение включает в себя и то, что люди любят называть антисоциальными проявлениями. Это агрессия, это насилие во всех формах. Дело в том, что животные, которые ведут сложный социальный образ жизни, они, безусловно, сталкиваются с такими проявлениями на внутригрупповом уровне, как конкуренция, иерархия, дележ каких-то ограниченных ресурсов, доступ к партнерам противоположного пола. И все это завязано, с одной стороны, на интеллектуальные способности всех этих животных, с другой стороны, на способность этих животных рассчитывать и предсказывать поведение окружающих, знания, соответственно, и опыт общения. Прошлые играют большую роль. Это то, что на Западе называется сокращенно том или theory of mind, и способность поставить себя на место другого, соответственно, члена своей группы. Но, собственно, все эти характеристики присутствуют в любом человеческом обществе. Да, мы более интеллектуально развиты, у нас больше мозг, значительно, в разы. Но, по большому счету, принципы, о которых я только что сказала, они значимы и для функционирования наших групп. Конечно же, группы находятся не в пространстве безвоздушном, если говорить о социальном пространстве как таковом, но эти группы сталкиваются с представителями своего же собственного вида. Популяция состоит из разных групп. И так или иначе, они могут входить в конфликт. Тогда возникает напряженная ситуация. И тут, как решаются эти конфликты, тоже вопрос, который интересует этологов, которые занимаются в данном случае приматами. Их называют иногда приматологами. И в этой ситуации, конечно же, могут быть самые разные исходы. Вот их мы изучаем, их мы анализируем. Они зависят конкретно от вида, они зависят от социальной организации в деталях. Соответственно, поскольку она может отличаться между видами неких установок и даже неких личностных характеристик, допустим, высокостатностных индивидов, которые ту или иную группу возглавляют или ее координируют. Вот этот переход от обезьяны к человеку, он ведь осуществлялся наверняка постепенно. Это не был какой-то скачок. Конечно, это миллионы лет. Вчера была обезьяна, а сегодня проснулся, бац, и человек. Благодаря чему это произошло? В какой момент мы считаем, что это уже не обезьяна, а человек? Я веду курсы лекций, и поэтому многие мои студенты этот вопрос задают. На самом деле, поскольку эволюция – это некий процесс, процесс, поэтому вот так же, как проблема философская, что раньше была курица или яйцо, однозначно на него ответить нельзя. Можно только сказать, какова была динамика и в какую сторону шли эти преобразования. Значит, с морфологической точки зрения мы можем эти вехи, если можно так сказать, прослеживать на основе останков, которые мы находим, палеоантропологических останков. На первом этапе, который позволяет нам судить о том, скажем, это были существа, которые перешли уже к вертикальному передвижению, к прямохождению, или же еще нет. Это первый важный вопрос. Второй. Произошли ли какие-то перестройки, связанные с увеличением мозга этих существ? Ну и третий непраздный вопрос, с моей точки зрения, очень часто остающийся, если можно так сказать, за бортом многих таких обсуждений. А вообще половой деморфизм насколько был выражен на этих этапах развития? Он вообще как-то менялся? Потому что в свое время, в 2009 году, Лав Джой, это очень крупный палеоантрополог, выпустил статью, совершенно замечательную, которая вызвала много шума, в которой он пытался объяснить вот этот вот процесс гоминизации, завязанный на уменьшение полового деморфизма, и говорил о том, что данные палеоантропологии, в принципе, позволяют некоторые выводы по этому поводу делать. В частности, один из первых таких представителей вот этой линии, которая уже заведомо пошла к человеку, Ордипитекус рамидус. Если мы сравниваем развитие клыков Ордипитекуса рамидуса и, допустим, у шимпанзе обыкновенного, то мы видим, что у него происходит уменьшение этих клыков. И по мере, соответственно, продвижения в сторону к нам, к современному человеку, мы видим, что клыки практически перестают выступать из общего вот этого зубного ряда. По всей видимости, это говорит, первое, о том, что половой деморфизм уменьшался. Второе, что конкуренция непосредственная с помощью зубов и клыков с представителями своего же собственного пола, между самцами за самку тоже она уменьшалась или начинала приобретать какие-то другие формы. Ну, скажем, условно, интеллектуальные. То есть это не была просто конкуренция на принципах вот такого жесткого доминирования. Кто кого придавит, укусит и изгонит. А что значит интеллектуальная конкуренция для таких древних? Интеллектуальная конкуренция предполагает... Ну, они же не примитивные существа. Вообще-то у меня не поворачивается язык называть их животными. Буквально они разумны. Они способны планировать свои действия. Они способны вести себя, как мы бы сказали, по-человечески. Но, может быть, просто надо это рассматривать как некие общие характеристики социальности, потому что они ведут себя эмпатично. Но, в частности, раньше считалось, что шимпанзе не могут усыновлять или удочерять сирот, если только это не очень близкие родственники. А сейчас мы видим, накапливается много достаточно данных, что не только самки, но и самцы могут это делать. И если детеныш достигает достаточно развитого состояния, когда ему не требуется материнское молоко, то заботу и внимание, и, соответственно, присматривать за ним, в данном случае даже может самец. Важно, чтобы он обеспечивал ему теплоту, внимание, защиту, в данном случае безопасность. Но такое поведение ведь свойственно не только приматам. Есть очень много случаев, когда даже животных других видов берут под опеку. Там кошка берет под опеку щенков, оставшихся без мамы. Это так. Вопрос в том, какова... Да, ну кошка, но не кот. Здесь уже и речь идет о самцах, потому что раньше считалось, что это совершенно невозможно. Это раз. Во-вторых, тут вопрос, на какой длительный срок она это делает. Вся проблема человекообразных обезьян, так же, как и нас с вами, заключается в том, что у нас нужно очень длительное время для того, чтобы детеныш дожил до, если можно так выразиться, независимого состояния. Его надо опекать, вот, допустим, у шимпанзе это 7-8 лет. А у людей лет до срака. Ну, у некоторых и позже. А потом уже считается, что вот этот человек престарелый, если можно так выразиться, мальчик или девочка, ну, он должен все-таки уже потом о престарелом родителе заботиться. Ну, так оно и бывает, я надеюсь. То же самое и с ними. Вторая вещь – это долговременная память. Ну, это было замечено многими моими коллегами, которые работают в приматологических центрах и видят перемещение животных на длительные сроки. Вот, в частности, Франц Девал, наверное, его многие знают и слышали, поскольку его книги популярные – это мировые бестселлеры, и они переведены на русский язык, поэтому о нем многие, вот, например, мои студенты знают хорошо. Он многие годы работал и работает, продолжает в приматологическом центре в Атланте, в Ерксе. И в данном случае он описывает ситуации разные, в разных местах, которые он посещал, когда, допустим, самку забирали в другое место, а потом она возвращалась через, скажем, там, 12-15 лет. И ее узнавали. И такие истории есть с теми же кошками? Ну, я вообще о кошках ничего сказать плохого не могу. Я считаю, что мои кошки – это члены семьи, но вы должны для себя помнить и вот это осознавать, что кошки и собаки – это некие виды, которые подверглись искусственному отбору. Они отбирались в течение тысяч лет под то, чтобы, в принципе, присутствовать в доме человека или с ним сосуществовать. Поэтому тот факт, что они некоторыми характеристиками обладают такими, в общем, не совсем обычными – это, может быть, следствие отбора. Мы не знаем, но это искусственный отбор. Здесь мы говорим о естественном поведении животных, как их создавала природа и окружающая среда, и экология. Так вот, известно, что эти самки, они узнают, соответственно, тех, с кем раньше они находились. И вообще без всякой ошибки вычисляют этих индивидов в совершенно новой группе, куда, собственно, они попадают. А как они их определяют? Внешне они наверняка изменились. Тем не менее, они их узнают. Это трудно сказать. Мы не знаем. Как вы можете это объяснить? Не знаю. Важно то, что они их безошибочно определяют. Они радуются, они бегут, обнимаются, они демонстрируют, соответственно, признаки узнавания. Более того, в ситуациях, когда требуется помощь и защита, они встают на сторону этих индивидов. Описаны случаи, когда самца перемещали из одной группы в другую, и ему, скажем так, на помощь в новой группе приходила самка или самки, которые его знали действительно 10-15 лет назад. А для новой группы он был незнакомый и пытались его атаковать. Они его защищали. Это потрясающе. Да, это, в общем-то, мы тоже такое видели, но не у человекообразных обезьян, а у макаков. Я много лет с макаками работала и с павианами. Это действительно очень интересно. Я много лет с ними была знакома и общалась. И вот оказывалось, что когда я приезжаю, буквально через год, они каким-то образом, они знают, что я приехала. Наверное, слышат мой голос издалека или что-то. Они радостно приветствуют, как только я там появляюсь. Но это слышно, что у них специальные звуки такие радостные. Они пытаются коснуться. И, в общем, все, особенно самцы, а это очень важно, потому что самцы-лидеры, в данном случае приветствуют. Это ведь такое детское поведение. Взрослый человек, современный, совсем не обязательно будет бурно радоваться, если вас увидят спустя много лет. Он, может быть, и вообще не обрадуется совсем. Это смотря кто и в каких отношениях вы были. Я сейчас работаю в течение последних 20 лет с традиционными группами в Африке. Чтобы быть точнее, то в Танзании. Это и охотники-собиратели, и земледельцы, и скотоводы, но именно традиционные, которые, в общем-то, относительно вдали от туристических путей находятся, и вдали от, если можно так выразиться, современных, вот таких вот больших городов, часть из этих людей безграмотна в том плане, что они не ходили в школу, и многие из них не умеют ни читать, ни писать. Но те, с которыми я подружилась, и мы считаемся друзьями, а в нескольких случаях родственниками, они выражают совершенно бурную радость, когда меня видят. Как это родственник? А это значит, что часть из них решает, что они со мной породнились, и пожилая женщина говорит, что я становлюсь ее дочерью. В данном случае все ее, получается, дети, внуки и так далее, они состоят со мной в определенной степени родства. То есть они как бы берут на себя некие обязательства того, что я, с одной стороны, буду вести себя в соответствии с некими правилами поведения, там они за меня ручаются, но они же ручаются передо мной, это чисто условная вещь, а за то, что они будут меня защищать, отстаивать, вообще помогать в ситуации, когда, может быть, возникнут какие-то со мной конфликты у людей из этой группы, из этого общества. А были такие ситуации? Да, многократно. Естественно, благодаря тому, что я состою с ними в таких отношениях, я смогла присутствовать на неких ритуалах, ритуальных таких действиях, в том числе и магического плана в связи с защитой или очищением какого-то подворья, как им казалось, от злой силы и там каких-то напастей, в которых могли присутствовать или в пределах, соответственно, вот этого подворья могли находиться только родственники, никто другой туда, даже представители этого сообщества зайти не могли. Но я могла, поэтому, естественно, я могла и описать этот ритуал. Ритуалы очень редкие бывают. Многие из них говорили, что только третий раз присутствует при нем, и это люди были крайне в преклонном возрасте. Это первое. Второе. Бывают некие ритуалы, которые мужские и женские. Но женские ритуалы, тогда никто из мужчин не имеет права там находиться. А вот вы к этим ритуалам относились только как ученые, вам было это любопытно с научной точки зрения? Или вы что-то такое почувствовали? Вы знаете, я думаю, что ни один антрополог, и тут ничего сделать нельзя, равно как и приматолог, не может относиться к своим объектам просто как ученые. Потому что мы не переставляем шахматы на шахматной доске о фигурке. Это люди, и вы не можете абстрагироваться эмоционально от этой ситуации. Если это ваши друзья, вы тоже относитесь к ним с эмоциональным таким вот пиететом, если можно так выразиться, потому что иначе никак они же очень быстро чувствуют. Вот мы говорили о некой разнице между человеком и животным, которую эту грань провести не всегда легко, как я понимаю. Да, они нелегко. Но вот эти ритуалы, они, наверное, не свойственны животным? Наверное, не свойственны в том плане, в котором мы сейчас говорим, потому что я сейчас описываю, если можно так выразиться, сложные, развитые ритуалы, заметим, человека современного, то есть хомо сапиенса. Каковы были эти ритуалы, допустим, наверняка они были, магические ли они или просто ритуалы, направленные на социальную интеграцию или еще на какие-то другие действия у людей, палеолита далекого прошлого, не сапиенсов, а, скажем, неандертальцев или тех же самых денисовцев. Тут, скорее, надо спрашивать у археологов, они лучше это знают и лучше опишут. Ну вот они рассказывают о том, что наверняка были какие-то ритуалы, не всегда нам понятно их смысл. Я просто не сомневаюсь, что они были. Можем ли мы сказать, что вот этот признак тоже является отличительным между человеком и животным? Вы знаете, если вы будете читать литературу, то во многих случаях будет это указано. Развитие магии, религии, вот этой ритуальной деятельности, сакральной – это, конечно, характеристики человека. Но предпосылки к этому отчасти, я думаю, можно найти и у шимпанзоев. Ну, например? Такие вещи описываются. Вдруг они начинают барабанить по стволам деревьев разными предметами. Это настораживает окружающих. Эта популяция, соответственно, собирается. Ну и начинает как-то взаимодействовать. В некоторых случаях они, и это тоже описано, начинают почему-то собирать камни на одном конкретно пятачке, возле конкретного дерева, пытаясь засунуть эти камни и громоздить пирамидку, такую выстраивать. Стоунхедж делают. Типа Стоунхеджа. Да, это очень, конечно, притянуто за уши, но тем не менее приносит. Не один и тот же. Если бы это одна и та же обезьяна просто собирала, можно думать, что это индивидуальная какая-то вещь, но нет, другие тоже начинают это туда сносить. Никогда об этом не слышала. А разбрасывают они камни или только собирают? Нет, насчет разбрасывания камней ничего не слышала, но то, что они камни используют регулярно, в некоторых популяциях, по всей видимости, использование камней для того, чтобы разбивать, например, орехи, уходит вглубь, и это уже называется археология шимпанзе, до тысячи, ну, нескольких тысяч лет. На одном и том же месте они это делают. Большое количество биологов считают, что человеческая цивилизация далеко не единственная на Земле. Есть еще цивилизация морских млекопитающих, цивилизация пчел, муравьев и так далее. Я говорила с такими очень серьезные ученые. Я хочу спросить о другом. Я понимаю, что вы можете с этим быть не согласны, но как вы думаете, почему человеческая цивилизация, именно человеческая цивилизация приматов, пошла по такому пути развития, по технологическому, а не по какому-то другому. Такой аватар, да? Вы знаете, кстати сказать, аватар – это один из моих любимых фильмов. И я хочу сказать, что я студентом его рекомендую. Я с нетерпением, просто с вожделением жду вот эту вторую часть, которая будет «Путь воды», то есть уже «Подводный мир» будет показывать. Почему? Потому что в отличие от многих развлекательных сюжетов, фантастических, этот фильм, безусловно, имеет очень глубинную такую подоплюху, завязанную на очень хорошем знании или представлении о сущности человеческого социума. И специфики, и возможности этого социума, который развивается по своим законам в тесной связи с окружающей экологией и зависящей от специфики тех факторов экологических, с которыми он в данный момент сталкивается или которые ему диктуют некие возможности, канализирует, если можно так выразиться, и развитие самого социума, и, кстати, и развитие вот этих всех технологий, которыми он обеспечивает лучшее свое выживание. Второе, почему мне этот аватар очень близок, там воссоздается просто эволюция живого мира в этом контексте экологическом, как некая экосистема, которая функционирует как единое целое. И в данном случае, повреждая одну из составляющих этой системы, повреждается вся система в целом, и человек – часть этой экосистемы. Вот такая многоуровневая структура, которая функционирует как один сверхсуперорганизм, мне такая вот идея очень близка, и я считаю, что человечество должно прийти к пониманию того, что мы едины со всем сущим на Земле. Для этого потребуется какая-то глобальная трансформация, мне кажется. Не знаю, мне кажется, что для этого мы, в общем-то, к этому идем, потому что не зря мы стали осознавать, вот ранее многие гуманитарные науки по сути дела говорили о том, что существует биологический блок биологических наук, существует блок социальных, гуманитарных наук, они между собой как бы различны, они вообще не связаны, и не надо вообще знания из одной науки вообще интерпретировать или пытаться интегрировать с другой наукой. Мало того, некоторые вообще считают, что гуманитарные – это не науки. Ну, я не буду это комментировать, это не для меня, это, наверное, больше для философов. Для меня просто сейчас важно, что во всем мире существует такая очень четкая тенденция междисциплинарности, взаимной интеграции, осознания того, что все науки взаимосвязаны между собою, и для того, чтобы какой-то феномен вообще понять, изучить и осознать, нужны усилия представителей многих наук. Потому что само по себе знание какой-то отдельной науки дает только очень маленький кирпичик в общей системе вот этих знаний и представлений в целом. Ну вот, Марина Львовна, ведь цивилизация на аватаре развивалась совершенно по другому сценарию, чем наша, не технологическая. У них были развиты какие-то паранормальные способности. Телекинез, левитация, телепатия и так далее. Мы же говорим все-таки о фантастической цивилизации. Она мне очень нравится. Но, в принципе, по большому счету, тот факт, что у нас есть домашние животные, у нас есть большая потребность в понимании этих домашних животных и в общении с ними. И тот факт, что мы считаем их членами и своя семья большинство людей именно так и считают, то как раз говорит о том, что мы не совсем не похожи на эту цивилизацию. Мы не безнадежны. Во-первых, не безнадежны. Во-вторых, определенные черты вот такого взаимодействия, если можно так выразиться, взаимосимбиоза, они присутствуют. Человек, как вид, он способен эмпатически воспринимать, ощущать то, что чувствует другой человек. Если бы мы не способны были этого делать, наверное, мы не способны были бы к многим хорошим поступкам. Но, мало того, к хорошим поступкам, наверное, мы не способны были бы формировать крепкие дружеские отношения, крепкие семейные связи, формировать вообще некие групповые солидарности как таковые и вообще надгрупповые объединения по договору. Здесь обязательно должна присутствовать хотя бы в малой талике вот эта составляющая эмпатии. Вопрос о том, эмпатия, она прививается ли путем социализации или эмпатия заложена в нас, если любят говорить в генах, да, можно и так сказать. А, как мне кажется, на сегодняшний день решается в пользу того, что наш вид эмпатичен как таковой, потому что у нас, видимо, и на генетическом уровне заложена эмпатия. Наш мозг построен таким образом, что целые участки содержат так называемые зеркальные нейроны. Эти зеркальные нейроны реагируют на действия окружающих и заставляют, в принципе, нас чувствовать то, что чувствует человек, вот на которого мы смотрим и за которым мы наблюдаем. На этом, безусловно, основана вот эта некая пословица или представление, словосочетание такое «чувствовать боль другого человека». Это не слова, как таковые, просто ради слова, а это реальность, за которым, за смыслом этих слов кроется реальное ощущение. Люди есть более эмпаты, менее эмпаты, это индивидуальный разброс есть, но, тем не менее, все мы с той или иной степенью эмпатичны и способны чувствовать то, что чувствует другой. Более того, я вам скажу, что искусство – все. И большая часть культуры, которая представлена видеосюжетами, соответственно, письменными различными произведениями, в том числе и стихами, она, ну, собственно, и спорт, за которым мы наблюдаем, а не просто сами реализуем себя как спортсмены. Это все построено на вот этих зеркальных нейронах. Я сказала, что индивиды все по-разному, в разной степени эмпатичны. Кто-то больше, кто-то меньше. Но есть люди, которые практически лишены сопереживания. Это те самые аутисты. То есть это болезнь, отсутствие эмпатии. Да, это болезнь, это патология. И ее можно каким-то образом, ну, как бы, купировать в определенной степени, если научить человека осознанно понимать, что другому больно. Потому что аутисты, они просто этого не понимают. Они не плохие, они не жестокие люди. Им просто это в голову не приходит. Но поэтому, собственно, аутисты и не интегрированные, они не могут функционировать как часть группы, они, как правило, в стороне держатся. Теперь об агрессии. Значит, конечно же, это такая же универсалия универсалия и такая же часть нашего поведения, по сути дела, как и эмпатия, как и родительское поведение, родительская забота, как и исследовательское поведение, и репродуктивное поведение, то есть сексуальное. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Вопрос не в этом. Я вообще не знаю, есть ли люди, за исключением, опять же, аутистов, которые не ощущают никогда ни гнева, ни какой-то враждебности, ни раздражения по отношению к тому, что что-то где-то происходит. Просто, во-первых, степень выраженности, опять-таки, индивидуальна. И степень собственного контроля тоже индивидуальна. Причем она индивидуальна как бы по двум критериям. Она индивидуальна, потому что у нас существует и генетическая предрасположенность к контролю своего поведения. У нас есть участки мозга, в частности, префронтальная кора, которая занята не только продукцией эмоций и реакцией на эти эмоции, но контролем за эмоциями. Потому что люди, у которых она поражена и не могут контролировать эмоции, они как раз часто позиционируются как люди с такими вот необузданными поведенческими демонстрациями, в частности связанными с агрессией. Поэтому это надо учитывать. И еще плюс к этому существуют, конечно же, культурные некие правила, которые с детства собственно представителям данной конкретной культуры объясняют, и они тренируются в этом контексте. Нужно все время помнить, что существует вот этот индивидуальный пласт, который основан на индивидуальном, на индивидуальной предрасположенности вести себя определенным образом. То есть не надо в себе это подавлять. Если ты предрасположен к агрессии, ищи способ ее как-то реализовать в каком-то способе. Совершенно верно. Потому что, в принципе, никто не мешает вам заниматься какими-то силовыми видами спорта, борьбой, или же даже командными видами спорта, потому что футбол, хоккей, баскетбол, все равно там вот этот компонент. Вы что делаете? Расскажите. А я, наверное, не агрессивный человек. Мне это не свойственно в плане того, что как я себя вела, или вообще занималась ли я спортом. Да, я занималась, ну, хорошо занималась, но это в раннем возрасте, в школьном, потом я перестала. То есть вам не требуется какая-то боксерская груша? Абсолютно. Нет, для меня вообще непонятно желание нанести вред другому. Видимо, у меня существует какой-то внутренний запрет нанести боль. Ну, мои родители врачи и мои, соответственно, дедушки, бабушки тоже. Так что, может быть, тут еще и генетически, и культурно мне передавалось. почему вам нравится аватар. Да. Все теперь на своих местах. Спасибо вам огромное. Очень-очень интересно. Пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok